Чем сложнее жизнь, тем эффективнее проходит опыт. То, что у него нет желания общаться с людьми, с чем это связано? Если у особи нет энергии, она находится в дефиците. И почему ситуации повторяются? С одной стороны, есть потребность в одиночестве и уединении, а с другой стороны, она становится невидимой системой, так как не содержит в себе энергопотенциалы и активность. К чему Эдгарс потерял смысл жизни? Как-то не крути из-за желания жить. В отличие от земной энергии, а не космическая. Космическая всегда несет человека домой, всегда несет его к одиночеству, а также к созерцанию. А какие бы вы могли дать рекомендации? Никаких это вам не просто слова, а рекомендации. Это цель жизни каждого существа, живущего на планете. Начается в начальном смысле, затем эмоции, затем действия. Нужно делать шаги и осуществлять их в сторону задуманной цели. Мне не важно, насколько они будут велики, главное двигаться. Система всегда идет за теми, кто движется, кто способен пропускать энергетический потенциал через себя. Все люди живут на процессе обменя энергии. Значит, у тебя есть какие-то моменты в жизни, которые тебя тревожат, и ты не можешь в них разобраться. Что тебя тревожит? Ну, в первую очередь, довольно тяжело в семье. Так, отношения в семье? У меня большая семья, у меня своих пятеро детей. Ух ты, какой молодец, красавчик. У нас два по два. Двойняшки? Да. Ай, красавец, вообще красавец. Красавец. Вот, и как-то вот, ну, что-то мне вроде надо как бы радоваться, а мне как-то тяжело. Ну, хочется одному быть, идти в лес и в палатке жить. А что, тебя не пускают, что ли? Ну, как бы нет. Взяток. А, да ладно, а насколько ты хочешь меня заходить? Надо о всех заботиться. Какие эмоции? Какие эмоции у тебя? У меня сейчас какое-то такое состояние, что я вообще не понимаю. Есть радость, нету радости. Покатался на лодке, как бы, ну, и смысл какой был, как бы, заплатил. У тебя эти деньги, да? Деньги порадовались, как бы, а мне вообще... То есть радости у тебя сейчас нет совсем, да? Да, можно так сказать. Радости нету, хорошо, а утром просыпаешься, как себя чувствуешь, отдохнувшим, нет? Или как будто по тебе танками поездили? Примерно, да, что танками. Скажи, чем ты занимаешься? У тебя какая работа, с чем связана? У меня это небольшая компания своя. Ага, слушай, ты вообще красавец. Тебя надо ставить это, в образец, да? Молодой, симпатичный, да, успешный. Семья, семьянин. Тебя надо на плакаты, и он в этот, как его, в правительство куда-нибудь, в мэрию. А мне вот так не кажется. Я довольно закрытый человек. Заметил, я заметил. Сразу тяжело так раскрыться. А ты не сразу, смотри. Я сейчас посчитаю до трех, можешь раскрываться. Это же будет не сразу, правильно? Давай, раз, два, три, оп, раскрываемся. Не сразу. Пунктик один поставили. Раскрываюсь, но не сразу. Что тебя тревожит, говори. Вот прям... Тяжело как-то. Подожди, 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 подожди. Ты сейчас глазки закроешь. Закрой глаза, делаешь вдох через нос. Спокойный вдох такой, ровненький, спокойный выдох. И сейчас ты начинаешь мне говорить, что тебя тревожит. Все, что первым начинает приходить тебе в виде мысли. Да, раз, как бывает. Что-то думаешь, думаешь, раз, ох, вспомнил. И вот сейчас первая мысль тебе пришла. Говори. Прямо передавай ее мне, и все. Ну, это не знаю, беспокоит, не беспокоит. Ну, как бы не хочется особо с людьми общаться. Хочется одному куда-то там прятаться. Нет желания. Молодец. Правильно ты все говоришь. Нет желания общения. Так, общаться. Общаться с людьми. Дальше. Эту в стороночку отодвигаешь. Следующая мысль приходит. Что в следующем пришло? Ну, на работе постоянно проблемы всякие. И постоянно какие-то партнеры приходят, которые там обманывают на деньги, например. Как бы всеми там трудности. Ну, когда тяжело, тогда довольно часто вообще умереть хочется. Кажется, зачем я вообще здесь? То есть потери смысла жизни, да? Да, довольно часто. Ага. Потери смысла жизни. Дальше. Отодвигай в сторону. Следующая тревога. Ну, как-то в последнее время здоровьем тоже разные проблемы. Так. Здоровье. Можешь не раскрывать. Мы там все равно все увидим. Еще, что тебя беспокоит. Здоровье в стороночку отодвинул. Сейчас на первый план еще что-то выйдет. Кто тебя привел? Такое состояние, что одна сторона говорит, купи себе условно велосипед. Другая сторона говорит, нет, купи тебе Mercedes нужен. Ну, и все время как бы... Раздрайв такой, да? Да, расколбас такой идет по, в принципе, по всем вопросам. Угу. Хорошо. Давай ее в сторону. Так. Следующая мысль, которая пришла, что тебя тревожит? Страхи какие-то разные. А что за страхи? Вот про страхи мне скажи. Ну, страхи, что не получится, что возьму людей на работу, не смогу им зарплату платить, что они... Ну, то есть все страхи связаны с содержанием данного бизнеса, с его обслуживанием? Ну, да. Угу. Что под виду людей. Так. Отодвигаешь в сторону. А какими учениями ты духовными практиками занимаешься? Ну, сейчас последнее, это рейки. Угу. Долго ты рейки занимаешься? Ну, год где-то сейчас. У меня там тоже как бы мантры слушал, пел. И то есть как бы какое-то время кажется, что да, может быть, что-то поменялось в жизни. А потом какие-то опять ситуации, и понимаю, что как бы особо ничего не поменялось. Как бы тех практик, которые я делаю. Какие ощущения, Эдгар? Просто космос какой-то. Так. Ага. Кудезда. Так. Хорошо. А теперь попроси свое подсознание. Скажи, мое уважаемое подсознание, помоги мне, пожалуйста, разобраться в том, что происходит у меня, в моей жизни. И перенеси меня в самый важный момент, в самое раннее начало, когда впервые в моей биополе, в моей энергосфере проявилась энергия разочарования. Как будто между пространствами каким-то вострялом. Так, дальше. Перед воплощением было, да. Дальше. Смотри, что там происходит в этом пространстве. Сейчас пожелай, чтобы энергетический след подсветил тебе прям направление там, где находится твоя душа в это время, в этом пространстве, между воплощениями. И ты прям увидишь такой, как лазер подсвечивает, да, такой, как бы указатель. Ты по этому указателю раз туда и пришел. И нашел себя. Как будто какой-то круглый шар. Угу. Так. Спроси, этот шар. Черного цвета. Черного цвета? Так. Ага. Хорошо. Алион, что там за пространство? И что происходит с душой Эдгарса в этом пространстве? Выбор. Выбор между двумя жизнями, даже разница есть во временных рамках. Угу. Один вариант, он рыцарь. Угу. Угу. Вся жизнь посвящена служению. Угу. Вторая жизнь, нынешняя, это тоже служение. Но самому себе. Через воспитание собственной силы. Когда он рыцарь, он попадает уже в условия этой силы. То есть в округе там все этим насыщено. Угу. Да, но только оно, знаешь, как разделено двумя комнатами. Почему? Сейчас там темно. Первый раз? А впереди вот этот свет, который там прорубается. Угу. Это якобы вот светлый совет, все хорошо там. Первый раз я сталкиваюсь с такой картиной. Кто там, председатель советов? Как мы можем к ним обращаться? К самому старейшему этого совета, председателю, как угодно его можем называть. Арт-рок. Арт-рок, приветствую тебя. Приветствую. Скажи, пожалуйста, первый раз столкнулся с таким моментом, что есть две комнаты. Да, вот одно темное, где мы сейчас находимся, пространство. Один совет. И дальше где-то пробивает свет, якобы светлый совет. Это что за две помещения? Расскажи, пожалуйста, Арт-рок. Ну, вы видите истину и иллюзорность пространства. Так, а сейчас мы что видим? Истину или иллюзорность? Темное – это истина. Угу. Цвет – это иллюзия. Иллюзия. А почему мы не попали в иллюзию? Ведь обычно мы всегда попадаем в иллюзорное пространство, а потом после идентификации только попадаем в истинное. Расчетница. Ага. А, понятно. Арт-рок, скажи, пожалуйста, а что за выбор вы ему поставили? Это его выбор. Он должен был определиться. Почему вы ему дали выбирать между рыцарством и нынешним воплощением? С чем это связано? Чем сложнее жизнь, чем сложнее получаемое, желаемое, тем эффективнее проходит опыт. Соответственно, чем тяжелее будет его выбор и, как впоследствии, пройденная жизнь и существование, тем больше будет привилегий после. А вот он и выбрал не жизнь праздного и знаменитого рыцаря, а человека, который живет и развивается самостоятельно, не преклоняя колени, не перед кем, кроме самого себя и ближайшего круга людей. А скажи, пожалуйста, Арт-рок, вот у Эдгарса есть такой как бы раздрайв, то есть одна мысль приходит ему, что нужно что-то сделать, тут же приходит другая и говорит ему, что этого делать не нужно. Что это такое происходит с ним? С чем это связано? Есть ли ваше как бы влияние на эти мысли? Конечно же есть. Все, кто присутствует, перебирают вариации его мысли, настраивают на нужный уровень восприятия пространства. Сначала он сомневается, потом делает неверный выбор, потом начинает грызть себя, обижаться, испытывать чувство вины, опять же по отношению к самому себе. И опуская вибрационный фон, отдается в тотальную нашу власть. Благодарю. А вот у нее такая еще ситуация, повторяющаяся причем. Не то, что разовая, она повторяется. По работе. Почему встречаются ему партнеры, которые как бы не совсем честные, да, и чистые на руку? Все время какие-то мошеннические действия в отношении денежных ресурсов? Потому что нет собственной защиты и уверенности в собственной силе. А что такое защита, собственная защита? Уверенность, потенциал, вера в себя, силу, намерение создает все это. Когда твоя вера в себя, в свою силу и способность выстроить собственные границы, безграничные, ты управляешь ей, будучи человеком, то в твоем пространстве не будет появляться низкочастотных людей. Что такое деньги? Это перевод энергии в уровень материи. Когда у него нет энергии, нет денег, нет достойных партнеров. И как результат, нет развития в сторону самосовершенствования. А вот что у него происходит внутри семьи? Почему у него распался брак первый, три года просуществовал? Почему он чувствует на протяжении 10 лет уже во втором браке, что есть какая-то натянутость в отношениях с женой? Что происходит там? С чем это связано? Потому что он все держит в себе и входит на диалог, коммуникации. И объясняет, к чему он сам хочет стремиться, куда двигаться и что преследовать. Собираются обиды и блоки, которые впоследствии взрываются в виде непонимания отстранения партнеров друг от друга и ухода в себя или из семьи. Нет объяснений происходящему в том, что сам себе во многом не может признаться в своих истинных желаниях и намерениях донести это до ближайшего круга для него проблематично. Благодарю. Следующее, то что тревожит, то что у него нет желания общаться с людьми. С чем это связано? С недостатком энергии. Люди по принципу существования социальные существа, обитающие в группах. И в группах происходит обмен энергопотенциалом. И если у особи нет энергии, она находится в дефиците. С одной стороны, есть потребность в одиночестве и уединении, а с другой стороны, он становится невидимым для системы, так как не содержит в себе энергопотенциала и активность, которая необходима для поддержания общего строя. все люди живут на процессе обмене энергии. И если у потенциального партнера, неважно, личного или социального, энергии нет, он становится неинтересен и уходит дефицит. Угу. Благодарю. 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 Следующий момент. Вот в жизни Эдгарса есть нежелание двигаться вперед. Как бы вот эти страхи, что не получится, ответственность за людей, их содержание, зарплаты и все остальное прочее тормозит его. С чем это связано? В чем причина? Присутствие энергии чужеродного качества. в его энергосфере. Плюс личная несостоятельность, как он считает. Но это иллюзорность. Он посмотрит на свои достижения со стороны. Сразу увидит себя в потенциале императора, наверное, так. Властителя своей жизни. Если бы он был ни к чёмным, ни к существующему, слабым настолько, давным бы давно лежал под забором, как и многие, кто там сейчас оказался. А не был бы в семье, не был бы со своей фирмой пробу достойных личностей, которые стремятся так или иначе работать. Я ж тем более не занимался духовными практиками. Благодарю. Ещё такой вопросик. Почему Эдгарс потерял смысл в жизни? Ему неинтересно. Никакие события. На отдых едет неинтересно, отдыхать не получается, чего-то новое неинтересно. Нет смысла, нет интереса. С чем это связано? Скажите, пожалуйста. С дисбалансом энергетического потенциала. Опять же, переключаясь на энергию земной структуры. За радость и счастье как-то не крути, за желание жить. Течает земная энергия, не космическая. Космическая всегда несёт человека домой. Всегда несёт его к одиночеству, а также к созерцанию. Монахи возьми. Хочется ли им смысла жизни? Кроме как молиться и идти к прозрению, к эйфории, совместного проживания с божествами. Нет. У тебя дисбаланс энергии налицо. Необходимо не забывать про прокачки энергоцентров нижних порядков. На них строится уровень желания, страсть, стремление двигаться вперёд, социализироваться, действовать. Женские и мужские энергии также находятся именно в земных космических потенциалах. И мимо этого не пройти. На планете Земля будьте добрым, практикуй материальный план. У него все инструменты для этого есть. Всё умеет, всё может, всё знает, нужно только взять и сделать. Также земные потоки энергии хорошо структурируют. физический труд, спорт, питание. Чем ниже энергетические вибрационные свойства пищи, тем желание становиться всё ощутимее и ярче. Угу, благодарю. Ещё, Артрок, расскажи, пожалуйста, вот у него в детстве, когда он чего-то хотел, мама ему не всегда разрешала, и он обижался на маму, думал, что она плохая. Сейчас, когда он стал уже большим взрослым мальчиком, происходит то же самое, только уже с женой. Также много чего он хочет, многое не разрешает, он начинает обижаться на жену. Что за урок должен пройти? Ну, не то, что должен, а необходимо ему пройти? И почему ситуации повторяются? На что ему нужно обратить внимание? И можешь ли ты дать ему какие-то рекомендации, что ему необходимо предпринять вот в физическом плане для того, чтобы пройти данный урок? Всё-таки заняться самостоятельностью и развивать в себе энергию для мужчины. Энергию Ян принципа. Обе женщины сильные по этому принципу. И идёт естественное природное подавление. Также подобного рода подавление стимулирует различные присадки, наличие интерференций, которые забирают естественным образом энергию Ян. Так уравновешивается система. Соответственно, чтобы прийти в норму, необходимо взять на себя ответственность за происходящее и использовать мирской принцип ведения дел, перейти в состояние хозяина своей жизни, но при этом не разрушив взаимоотношения, взаимопонимания внутри семьи. Данный принцип существует постепенно через принятие решений, а также через концентрацию внимания на энергиях мужского принципа, в том числе энергетических практик, спорт, что на физическом уровне повысит состояние тестостерона. И все придет в гармонию и баланс. Просто думать об этом мало. Необходимо предпринимать действия. Благодарю. Вот ты говоришь недостаток энергии. Разговаривая с Эдгарсом, он говорит, что он занимается практиками, в том числе духовными. Сейчас он занимается рейкой, также прокачивает энергию. Вот то, что он сейчас занимается вот этим, что это такое вообще на тонком плане, да, происходит? Надо ему это вообще или не надо? Правильно он делает? Неправильно он делает? Расскажи про эту рейку. Есть несколько каналов рейки. Все зависит от того, которому ты подключен. Если есть намерение воли, нужно подключиться к истинному каналу без обременений. Но дело в том, что это потоки космических высоковибрационных структур. А ты существо материального плана, обитающие на планете Земля. Рейки прекрасно работают с высоковибрационными полями. Танахаты выше, до хасрары более высокие ментальные уровни восприятия. Но физическим планом тоже необходимо заниматься. Так называемое заземление ведет к равновесию, балансу энергии, а также стихийность. Не хватает им заземления. Поток рейки благословляет эту силу божественного потенциала, исходная с энергией абсолюта. Но ее одной для существования на вашей планете недостаточно, так как это планетарное пространство. человек нуждается в балансе энергии как земных, как высоковибрационных, космических или божественных потоков. Благодарю. Вот ты говоришь, несколько каналов рейки присутствуют. А к какому каналу сейчас Эдгарс подключен? Сейчас в дефиците энергии. На данном канале есть присадки наших представителей. Если будет заниматься соблюдать правила существования энергии, обмена энергии, и быть на высоких вибрациях, то все это отвалится. Да и вы уберете. Канал будет чистым. Сейчас канал истинный, но из-за низкой чистоты его эмоционального состояния все-таки есть те, кто любит пощипать энергии в высоких порядках. А какие бы вы могли дать рекомендации Эдгарсу для того, чтобы он сейчас начал заземляться и привел все свои энергетические, весь свой энергетический потенциал в полную гармонию? начать изначально смысл. Затем эмоции, затем действия. Много думает, мало делает. Много переживает, много накручивает того, чего нет, не существует. Живет в будущих процессах, а это излишне. Необходимо большое присутствие внимания в моменте настоящем. не особое слежение за собственными действиями и поступками. Если есть желание что-либо предпринять, нужно делать шаги и существовать их в сторону задуманной цели. Мне не важно, насколько они будут велики, главное, двигаться. Система всегда идет за теми, кто способен пропускать энергетический потенциал через себя, а не заставить или заболачивать. Как только энергоструктура заболачивается, она вылетает из общей цепочки и обмен энергией замыкается, но теперь уже не на ней. Когда человек пропускает энергию через действие, активность, потенциал, силы, так бы плохо ему не было, но он согласен с мирным пространством из стороны наблюдателя постепенно переходит в действие, то тогда и только тогда энергии выстраиваются и идут на пользу человеку. И даже интерференция становится недоступен данный индивид. Благодарю. Еще один вопросик. у Эдгарса на физическом плане стало происходить нарушение здоровья, такой дисбаланс. Но это все следствие. Скажите нам, пожалуйста, Артрок, а причина в чем? причин мы вышеперечисленным опять же возвращаемся к дисбалансу энергии. Также эмоциональная составляющая. Достаточно много обидно тех, кто собственно принимал. Влияние принимает, указывает его на жизне существование его. а мимо этого нужно все-таки самому проявлять ответственность, следить за своим физическим состоянием. И робот нуждается во внимании человека, так же, как и автомобиль. То есть нужно своевременно обслуживать. А какие рекомендации вы могли бы дать Эдгарсу на физическом плане в отношении восстановления своего здоровья и физического плана? Необходимы спортивные тренировки щадящие направления периодические и постоянные. Это система растяжения мышц связок сухожилий. Необходимо включать кардиотренировки щадящего направления. Силовые упражнения без них никуда, если хочется отключиться в энергию Яны, стать проявленной. Необходимая прокачка энергомерия Диана, особенности я повторяюсь нижних энергоцентров. Эмоциональное состояние так же необходимо за ним следить и искусственным образом вызывать в себе последствия наслаждений, то есть заниматься тем, чем хочется или давно хотелось. Найти для себя и для других силы позволить каждому существовать в том мире пространстве, в котором он хочет. Соответственно, для себя разрешить уже сделать желаемое, но при этом, чтобы не разрушить, не огорчить окружение, все возможно сделать в щадящем аспекте. и при этом не разрушить то, что уже построил. Помимо этого, необходимо совершенствовать свое питание. Количество жидкости в организме сейчас у него понижено. Это приводит к достойным явлениям интоксикации организма, в частности, солей тяжелых металлов и, в принципе, отложения солей, что негативно сказывается на опорную двигательную систему. Это уже влияет на недостаточное количество тестостерона в организме. Во всем нужен баланс, не нужно следовать. Нельзя бросать что-то начинать довольно резко. все должно водиться постепенно в щадящем режиме, постепенно усиливая либо ослабляя нагрузки. Энергетические практики бросать не стоит, но нужен баланс, повторяюсь. Баланс земных энергий, космических, это не просто слова или рекомендации, это цель жизни каждого существа, живущего на планете. в дикой же природе. Те, кто соблюдают правила существования и с уважением относятся к энергиям планеты, живут столько, сколько необходимо по биороботу и умирает в естественной смерти. Благодарю, Артрок, за полные ответы. Благодарю, благодарю, благодарю. Оставьте меня с Аленой. Ален, отсоединись. Отправь меня в Абсолют, пожалуйста. На счет три. Раз, два, три. Пошел подъем в Абсолют. Сильно подкачал, да? Подосточил? Ну, да, низкочастотный. Угу. Поднимайся в Абсолют. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.